Итак, дорогие друзья, всем доброе утро! Доброе, добрейшее, прекраснейшее утро! И как говорил еще царь Давид, да? Кеми цион тецетора удварашем миру шлаем, что из Циона, из Израиля выйдет Тора, и Слово Бога из Иерусалима. Вот мы как раз учим Тору, но, слава Богу, что я в Иерусалиме и могу вместе с вами учить Тору. Все, значит, всем доброе утро! Еще раз, Ботер Тор, Ботер Тов, Ботер Тов, доброе утро! Шалом всем из Херсона! Давайте сейчас ждем, пока все присоединятся. Слава Богу, у нас, я думаю, самый большой, на русском языке точно, самый большой онлайн урок Торы в мире, как любит говорить Яков Шатадин. Но мы понимаем, что это только начало пути, что все люди должны... Бог для этого сотворял мир, чтобы все люди узнали о Боге, присоединились к Богу и делали то, что Бог сказал делать. Поэтому мы хотим, чтобы в Новоикре было 200 тысяч участников с Божьей помощью и 200 лекторов, которые постоянно нон-стоп проводили бы уроки Торы. И чтобы каждый мог найти ответы на все свои вопросы прямо от Бога, в том формате, в котором было бы удобно. В Москве опять холодно. Иосиф Бинни нам сказал, что в Москве как надо. Но как надо, раз уже, как вот Бог сделал, значит, вот это как раз и есть как надо. Это не холоднее, чем надо, и не горячее, чем надо. Это ровно, точно как надо. Погода же Бог рулит, правильно? Значит, если он сделал такую погоду, это идеальный вариант. То есть до сегодняшнего дня в Москве погода идеальная вообще. И в Израиле идеальная. Я вам больше даже скажу, в любом месте, где есть какая-то погода, погода идеальная, потому что другой не может быть. Бог же делает погоду. А раз Бог это Бог, создатель мира, творец мира, который управляет всем мирозданием, значит, именно вот та погода, которая есть, это как раз то, что и надо. Понятно же? Мне кажется, вот эта идея, она позволяет правильно воспринимать реальность. То есть ты не сопротивляешься реальности, ты идешь вместе с реальностью. Вот, Максим Перенчук молодец, пробежал десяточку. Молодец, просто респект и уважуха. Абсолютно правильно побегать, потренироваться, поучить Тору. То есть полностью свое физическое тело, эмоциональное состояние, духовное состояние. Значит, все нужно развивать, да? Принимая то, что есть, не борясь, а принимая и идя на опережение вперед. Все, Рахель Цицуашвили с нас смотрит, можно начинать. Значит, мы находимся в шестнадцатой главе. Шестнадцатая глава. И в шестнадцатой главе мы дошли до отрывка, значит, до отрывка двадцать первого. Значит, мы остановились на том, что Мастиль Альдовар и Мцатов. Это был двадцатый отрывок, просто идеальный вообще. Это просто один из самых для меня главных отрывков. Значит, двадцатый отрывок мы на том уроке закончили. Можете посмотреть предыдущие все уроки. Мастиль Альдовар и Мцатов. Тот, кто размышляет над какой-то вещью, он планирует, он задумывает, он обдумывает, он хочет понять, что Бог от него хочет, как правильно поступить. То есть, тот, кто размышляет интеллектуально над тем, как действовать, И Мцатов, он найдет добро. Значит, как, знаете, есть такая фраза, кто ищет, тот найдет. Это фраза из Талмуда. Фраза из Талмуда, когда в трактате Медила, там написано так, что если скажет тебе кто-то, что я искал и не нашел, не верит, потому что если он искал по-настоящему в духовном плане, он обязательно найдет. То есть, это именно там написано в духовном плане. То есть, если человек скажет, что я нашел без труда, не верит. Если он скажет, что я трудился и не нашел, не верит. А самое правильное высказывание, это Трудился ты, нашел, верит. Фраза Васильевна, доброе утро. Доброе утро. Хорошо. Теперь, значит, дальше. Двадцатый отрывок понятен. Тот, кто размышляет над вещью, найдет добро. Убутех Баошема шраф. Но тот, кто уверен в Боге, он будет счастлив. Это второй способ жизни. Когда человек полагается на Всевышнего, как маленький ребенок, который полагается на родителя. Вот представьте, маленький ребенок, он полагается на родителя. Понятное дело, что родитель его не бросит, он сделает для него все. Потому что, а как он его бросит? Также человек, который от всего сердца полагается на Бога. Он будет счастлив. Бог его будет вести, но нужно именно полагаться на Всевышнего, а не на свои силы. Хорошо. Теперь двадцать первый отрывок. Он нам дальше углубляет эту всю идею. Что значит мастиль бы довар? Что значит размышлять над вещами? Что значит найти то, найти добро? Что значит быть уверенным в Боге? Вот тут как раз сейчас все следующие отрывки идут о принятии решений, о понимании о том, что делать и как делать. Очень важно для каждого человека. Значит, двадцать первый отрывок. Значит, есть такое понятие, мудрый сердцем. Дословно перевожу отрывок. Мудрого сердцем назовут сообразительным. И сладкие уста добавляют познание. Непонятно, вообще непонятно. Но теперь давайте разберемся, что это значит. Значит, что на языке мудрецов Торы, на языке царя Соломона, сердце это подсознание, это все мышление. То есть у каждого человека, у каждого человека есть внутри его система мировосприятия. То есть то, что называется в сердце. Это его ценности. И вот спроси одного, что для тебя важно, он тебе перечислит. Спроси другого, а для тебя что важно, он перечислит. Для них важны разные вещи. Почему для них важны разные вещи? У них в сердце есть внутри, как бы в подсознании, так сложилось, что для одного важно одно, для другого важно другое и так далее. То есть это как бы у каждого свои ценности. Дальше спроси у любого человека, как мир устроен, как правильно действовать, как неправильно, как правильно питаться. Как неправильно, как правильно вести себя и так далее. У каждого человека есть свой набор, что правильно, что неправильно. Я помню, когда-то я смотрел интервью, мне на всю жизнь запомнилось, это как иллюстрация того, какие есть разные внутренние системы, разные внутренние миры. Я когда-то смотрел интервью с олимпийской чемпионкой Светлана Хоркина. Светлана Хоркина это была олимпийская чемпионка по димнастике. И в интервью, это было лет, наверное, 15-20 назад, в интервью ее спросили Хоркину, а вот говорят, что вы без манитюра даже не выступаете, ни разу вас никто не видел без манитюра. Она говорит, конечно, потому что манитюр для женщины самое главное. И Хоркина без манитюра не Хоркина. То есть у нее вот в ее системе ценностей манитюр занимает такое большое место, занимал в то время, я не знаю, как сейчас, но в то время для Хоркина и манитюр был что-то важное. Есть такие люди, вот они, это важно, это не важно. То есть каждый живет на своей волне. И вся вот эта вот его система восприятия мира и себя, она находится в сердце человека, в его как бы, она у него внутри, он это знает, но он об этом обычно не помнит. То есть человек думает, у него вот есть как вершина айсберга, это то, что он осознает. Это те мысли, которые всплывают из подсознания. А все остальное, все его знание о мире, о себе, это Нуржамал Чаров, это грех. Считается забирать у слабых, вообще у всех забирать это грех. У слабых, у не слабых, все. То есть ответ понятен, это во всех религиях, во всех системах забирать у слабых это грех. По Торе это прям запрещено. Написано прям в 10 заповедях, на скрижалях Машарабейну спустился и написано там не кради, альтигнов. То есть все. Запрещено забирать не только у слабых, а у сильных тоже запрещено забирать. У всех запрещено забирать то, что принадлежит им и ты не можешь это забрать. Хорошо, теперь дальше. Еще раз вернемся. Значит, есть вот это сердце, в котором сердце у каждого есть его набор ценностей, убеждений, правил, принципов, то, во что он верит. И человек верит насчет себя в какие-то идеи, насчет людей, насчет мира. Кто-то верит в Тору, как в систему правил, кто-то верит в Коран, как в систему правил, кто-то верит в, я не знаю, в Хортину, как в систему правил. То есть каждый верит в какую-то свою систему правил. И есть такое понятие, вот сейчас 21 отрывок, лехахам лев и каренавон. Значит, есть хахма, божественная мудрость. Божественная мудрость это Тора, то есть Бог, он через Моисея на Горесина передал знание о мире, которое называется Тора, учение. Переводится слово Тора, учение. И он передал некое учение, как устроен мир, как работает. Вот мы сейчас изучаем Тору. Мы сейчас изучаем Тору, это учение о жизни, о мире, о том, как все работает. Я не знаю, кто это Нурджамал Чароева. Нурджамал, напишите, пожалуйста, мне в личку, в личную почту. Не надо здесь во время урока писать о чем-то, что непонятно и к уроку не относится. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, напишите в личную сообщение. Ицкак, у меня есть вопросы и так далее. Все. Значит, и особенно если вы хотите общаться с людьми, то нужно размещать фотографию. Просто фотографию, потому что если человек скрывает свое лицо, непонятно кто это. Может это не человек, бот какой-нибудь. Хорошо, теперь, значит, еще раз. Есть у каждого человека, у каждого человека есть внутри система его, система его мировоззрения, его вера, его убеждения, как он верит, что мир работает. Теперь есть хохма, божественная мудрость, которую получили через пророка. Пророки это те люди, которые заходили в духовный мир и они получали мудрость от Бога, а потом ее рассказывали. Но верить пророкам или не верить, это выбор человека, потому что пророк-то он заходил в духовный мир, а человек, который слушает пророка, он в духовный мир не заходил. Поэтому он может принять Тору, например, да, сказать, я верю, то есть я верю в Вайамину Бе Моше, Бе Ашему Бе Моше Авдо. То есть когда евреи, когда евреи переходили моря, когда евреи переходили моря, все, когда евреи переходили моря, то они, представляете, расступление моря, Ямсуф там и так далее. И в этот момент написано, что когда они поднялись на ступень пророчества, когда раступилось море, когда они все это увидели, написано, что они в Вайамину Бе Ашем, они поверили в Бога, у в Моше Авдо, и в Моше его раба, раба Бога. То есть они, когда у них было личное восприятие, они, конечно, поверили, когда они увидели. Но все мы обычные люди, мы живем в мире, когда нам информацию сообщают из разных источников, рассказывают. То есть все, что мы знаем о мире, это все, все именно знания. Знания о мире, это то, что мы услышали от кого-то и запомнили. Потом на базе этого знания, которое мы услышали от кого-то и запомнили, человек начинает этим знанием внутри, начинает делать выводы, причины, следствия, сопоставления. Он начинает логикой из вот этих вот информационных блоков, которые он получил от кого-то, он начинает эти блоки менять местами. Понятно, да, идея? Это называется сообразительность. Теперь сообразительность, это логика, это свойство ума, умение делать выводы, умение задавать вопросы, умение понимать вещь из вещи, умение, есть такое понятие, когда ты углубляешься в знания, например, да, вот Дамир партнер, да, он, если начать углубляться, можно много узнать про Дамира, откуда он, как он думает и так далее. Теперь, а можно, можно добавлять, то есть Дамир часть какого-то, например, сообщества людей, можно дальше, можно углубляться в информацию, разбирать ее на более мелкие детали, а можно, а можно укрупнять информацию, да, то есть мы, можно все укрупнять и можно все, наоборот, раскладывать на маленькие кусочки. Теперь получается следующая вещь. Значит, хохма это божественная мудрость, и человек, он может выбрать для себя, сделать как управляющим знанием о мире вот эту вот хохму, божественную мудрость. Теперь он в это поверил, например, он сказал, да, я верю, что Бог сказал, надо делать так-то, так-то и так-то. Бог сказал, евреи и иудеи верят, что Бог сказал Маше Рабейну, и Маше Рабейну на горе Синай получил Тору. Мусульмане верят, что пророк Мухаммед получил Коран от Бога, и он передал это в Коране, знание. То есть каждый верит в свои, христиане верят, что Иисус, он вообще, у них больше даже веры, они поверили, что он вообще как воплощение Бога, да. Ну, я в тонкостях христианства не знаю, но каждый человек живет в мире своей веры. То есть мы не видели, мы не знаем, с Богом мало кто взаимодействовал напрямую, а если человек говорит, что я с Богом взаимодействовал напрямую, его обычно в наше время, его садят в психиатрическую лечебницу, потому что так обычно относятся к тем, которые говорят, что они на сегодня стали пророками и с Богом взаимодействуют. Или есть другой вариант, что, вот, например, я слышал, что в Киеве там один из тех, кто называл себя апостолом вообще современным, то оказалось, что он, ну, против него сейчас там куча всяких обвинений и так далее. То есть он сидел в тюрьме за аферизм, а называет себя апостолом. То есть когда человек, он говорит, что я рупор от Бога, да, я пророк, надо всегда задуматься. То есть мы верим просто, мы верим и надо это понимать. Теперь, дальше, когда у человека есть вот эта хохма, знания, то это знание у большинства людей, оно вступает в противоречие с его желаниями, с его побуждениями, с другими знаниями, которые у него были. То есть есть Тора, хохма, божественная мудрость. Если у человека его, особенно когда во взрослом возрасте, когда человек начинает изучать божественную мудрость, у него, у него она вступает в противоречие с его старыми какими-то историями о себе, о жизни, о мире. И на этом противоречии нужно все время делать выбор. Нужно делать выбор. Или ты идешь по Торе, по божественным каким-то указаниям, или ты идешь по велениям своего сердца, хочу, хочу, могу, не могу, там и так далее. Теперь что получается? Но есть категория людей, которые называются хохам лев. Хохам лев это тот, у кого сердце уже наполнилось божественной мудростью и вытеснило все другие мысли и идеи сердца. То есть есть люди, которые мыслят, думают, действуют только уже по Торе. То есть у них божественная мудрость настолько зашла к ним в мышление, что это называется хохам лев, мудрый сердцем. То есть у него уже нету мудрость отдельно, а я отдельно. Мои желания отдельно, и я себе напоминаю, что это делать нельзя, или это делать неправильно, или это делать правильно. У него осталось в сердце, в подсознании только мудрость. Это называется хохам лев. А почему он будет называться навон и каренавон? Будет он называться сообразительным. Сообразительность это другое качество. То есть сообразительность это просто свойство ума, логика, сообразительность, умение делать выводы и так далее. Это просто некий инструмент. Но почему мудрец Торы, который знает Тору, он будет называться сообразительным? Потому что когда его сердце заполнено божественным знанием, то что? Когда он что-то говорит, когда он что-то говорит, то в этот момент людям это кажется очень логичным, очень таким обдуманным. То есть вот эта вот божественная мудрость, она из него, из него она как бы выходит. И для людей он кажется сообразительным. Хотя он говорит просто слова Торы, просто повторяет в нужный момент. Что-то из Мишли сказал, что-то из Каэлита, из Экклезиаста, что-то из Торы, что-то из пророков. И люди думают, вот это он сообразительный, нереально просто. Потому что из него выходит только у него в сердце только Тора, только божественная мудрость. И это выглядит так же и очень логично. Теперь, что такое уметок сватаем юси флеках? Сладость уст добавит познание. Почему вот я провожу уроки? Я каждый раз, когда провожу урок и вслух рассказываю что-то, что я понял. То есть, я учу Тору уже 20 лет. С 20, в 25 лет я стал религиозным. В 22 года я уже изучаю Тору ежедневно. И у меня внутри накопилось много разных знаний и так далее. Но когда я объясняю что-то вслух, вот то, что называется сладость уст добавит познание. Когда объясняю что-то, я же не думаю. То есть, оно как бы всплывает из подсознания, из сердца всплывают эти слова. И иногда я говорю то, что потом сам думаю, вот это я раньше не понимал. То есть, я во время урока сам понимаю то, что я раньше не понимал. То есть, когда человек, он получил Тору, и даже если он не сообразительный, а он просто эту Тору рассказывает кому-то, то в этот момент, когда он рассказывает, у него добавляется познание. То есть, он сам себя слышит, и в этот момент у него во взаимодействии с другим человеком, у него происходит такое развитие, просветление и так далее. Поэтому, кстати, я вот очень советую, так как у нас собирается вот сейчас в прямом эфире 254 человека, а смотрят, смотрят еще больше людей. Если вы хотите, чтобы с кем-то обсудить, то очень классно, когда... То есть, понятно, что люди слушают те, у кого одинаковые интересы, те, которые хотят приблизиться к Богу, узнать про Бога больше и так далее. То есть, можно как-то объединяться и обсуждать потом, если вы с одного города, можно встречаться и так далее. То есть, когда ты рассказываешь слова Торы, объясняешь, что тогда у тебя добавляется познание. Это 21-й был отрывок. Теперь еще я успею. Значит, давайте 22-й отрывок. 22-й отрывок. Макор Хаим Сехель Баалав. Значит, источник жизни, интеллект, хозяина. Вэмусар Эвелим Ивелес. И исправление грешников это, как Ивелет, глупость, да, переводится. Значит, смотрите. Есть у каждого человека, у каждого человека главный управляющий, как бы главная часть человека, это его интеллект. То есть, есть душа, божественная душа, она от Бога. Это свет, божественный свет, то есть, Бог, он совершенный, и душа, она совершенная. Есть тело. Тело это биоскафандр, который держится на животной душе, то есть, тут все запрограммировано. И есть дух, то, что называется, есть намерение человека, которым он, как бы его желание, намерение, куда он направляет свое, куда он себя направляет. Это называется дух человека, его намерение. Есть интеллект. Интеллект это его знание о мире. Знание о мире. И Тору, когда мы изучаем, Тора, она заходит в интеллект. То есть, интеллект это инструмент познания мира, Инструмент запоминания информации, вспоминания информации, инструмент разговора, общения и так далее. Это все интеллект, который, он как бы сам по себе просто информационный модуль такой, да. И дальше у человека есть его намерение, желание, куда ты двигаешься, выбор. То есть он в интеллекте думает, так, мне в Тору верить или в Хоркину? Мне сейчас посмотреть Comedy Club или послушать урок Торы? Мне сейчас повторить урок Торы и напрячься или мне просто лечь поспать? Это все намерение человека, оно его двигает, как бы желание. А интеллект дает ему возможности для выбора. Теперь, почему написано 22 отрывок, источник жизни, интеллект человека? Потому что он может быть как источником жизни, так и источником смерти. Потому что если ты выбираешь Тору, здоровье, правильный образ жизни, труд и так далее, то тогда это для тебя твой интеллект, источник жизни. И все, что у человека есть, его настроение, его состояние, его перспектива, его взгляд на мир, все это происходит в интеллекте. Интеллект это информационный инструмент взаимодействия с собой и с миром. Внутри есть божественная душа, которая свет, внутри есть намерение, которое это то, куда ты направляешь, это твой выбор. И все остальное это следствие. Поэтому источник жизни, сехель, интеллект человека. У мусара велим и велит. Мы знаем, что есть такой грешник, который называется грешник стептик. Есть грешник, который называется ксиль, грешник по вожделению. Он хочет запрещенные вещи, он хочет там, то есть он грешит не потому, что он против Бога, против Тору. Он знает, что все это правильно, но его желание вот этих вот вожделений материальных, удовольствий, там питание, секс, просто там ничего не делать и так далее. Его вожделения, они заставляют его грешить. Это называется грешник по вожделению. Есть грешник стептик, который отрицает, то есть он говорит, кто сказал, что это добро? Бог сказал. Кто это Бог? Не знаю никакого Бога. Нету Бога никакого. А добро, да я сам скажу, что такое добро. Это называется грешник стептик и велит. И велит от слова улай может быть. Он во всем сомневается, он все опровергает, он такой стептик, циник и так далее. Теперь здесь говорится так, что источник жизни интеллект человека. То есть ты можешь из своего интеллекта сделать источник жизни. И исправление вот этих вот эвелим, когда ты пытаешься с ним, с этим стептиком взаимодействовать, оно само по себе глупость. Потому что с кем поведешься, от того и наберешься. Стептика переубедить не получится, потому что он сам хочет тебя переубедить, он сам хочет, ну то есть он стептик и циник. И когда ты пытаешься его исправлять, то получается, ну это глупость, это не получается. Кфир это тот, кто кофер, кофер он отрицает, это воинственный ивель. То есть кфир это тот, который кофер-байкар, то есть он отрицает Бога, отрицает Тору и воюет против этого. Это называется кфир. Кфира, да, то есть отрицание. А ивель это стептик и циник, который не просто отрицает, он такой, но он не воюет, он просто отрицает. Понятно, да? Все, дорогие друзья, значит, пускай будет у нас наш интеллект источник жизни. Для этого нужно стать хахам лев, то есть нужно Тору понять, нужно Тору запомнить, нужно Тору повторять, нужно Торой делиться. Потому что мы сегодня выучили, что тот, кто мы так сфатаем, Юсиф Лекак, тот, кто сладкий уста у него, да, то есть тот, кто говорит слова Торы, он добавит себе понимания. И тогда у нас сердце наполнится, вот интеллект наполнится как компьютер, наполнится суперпрограммами и в нужный момент будет выдавать нужную правильную реакцию, правильное слово, правильное дело, правильное решение, правильный поступок. То есть все, если у тебя внутри божественная мудрость, то ты по интерфейсу прицепляешься, прикрепляешься к Богу, и тогда все твои решения, даже неосознанные, они будут по пути Богу. Но самое главное, я вам скажу, самое главное это намерение. То есть если есть намерение, вот человек для себя установил, мое намерение стремиться к Богу, мое намерение делать то, что Бог хочет, мое намерение именно подняться на духовный уровень и соединиться с Богом, это намерение, это как передний привод GPS, он вытаскивает, он вытаскивает на правильных людей, на правильные знания, на правильные решения, на правильные поступки. Главное хотеть, то есть вбить GPS в правильную точку. Хочу соединиться с Богом, хочу делать то, что Бог мне сказал делать, хочу быть человеком по образу и подобию Бога, который выполняет божественные заповеди. Если у вас есть такое намерение, то оно вас вытащит, оно вас вытащит. Все, удачи, успехов, всего хорошего.